Дорогие братья и сестры, то, что я расскажу сегодня, для многих может быть открытие, а может быть некоторые это и знают, что реальная жизнь святого от его жития, которое написано в книгах, отличается как фотография от иконы. Если мы посмотрим на фотографии преподобного Лаврентия Черниговского, преподобного Гавриила Седмиезерского, святителя Иоанна Шанхайского, Лука Крымского, мы увидим, что они были довольно тучные люди, но на иконах это пытается как-то скрасить, убрать, уменьшить, будто бы они были такими аскетами, худенькими и подвижниками. Точно так же и любое житие святого, оно пытается как-то скрасить его человеческие качества, какие-то его падения, какие-то его колебания, все это пытается убрать, сгладить и выставить, будто бы святой не имел никаких непадений, никаких неборений в жизни своей, а был святым, что называется, отчего матери своей. Особенно, братья и сестры, это видно в житиях Дмитрия Ростовского. Те жития, которые написаны уже более-менее современные, последних святых, там как-то ближе к реальности, к настоящим, к правде. Но те жития, которые были составлены Дмитрием Ростовским, там очень много чего уже приукрашено и убрано реального и настоящего. Почему так? Дмитрий Ростовский эти жития взял из творений, из библиотеки Аббатаминия, которые были написаны на латынском языке. Еще до него митриборит Макарий Московский начал перевод этих жития святых, этих трудов Аббата Миня на церковнославянский язык, с латынского на церковнославянский язык. Аббат Минь собрал около 50 томов в своей библиотеке и творений святых отцов, и жития святых отцов, и каких-то поучений. Так вот, Макарий Московский из этих 50 томов постарался выбрать только жития, и были составлены они в чите Миней в 12 томов, и потом издать Дмитрием Ростовским. Итак, вот эти вот жития, они взяты из католичества, они взяты из творений Аббатаминия. И, к сожалению, там есть отпечаток католического влияния. Приведу только два примера. В житии апостола Матфея описывается, что когда он крестил эфиопский народ, крестил, так сказать, негроидную расу в темнокожих, то они после купели, после крещения выходили белокожими, то есть имели белый цвет кожи. Сейчас мы видим, что такого не происходит. Так что таинство крещения уже не действительно не имеет той самой благодати, что было при апостоле Матфея. Нет, просто все дело в том, что отношение в Средневековье к негроидной расе было негативное. И даже оправдывали рабоводческий строй тем, что будто бы вот эти негроидные, это такие вот потомки хама, они получеловеки, они достойны быть рабами и тому подобное. И поэтому отношение было, скажем так, расистское, был расизм явный в этом житии. И показан он в том, что отношение к негроидной расе довольно негативное. Даже бесов, демонов часто называют эфиопами. Вот явился такой эфиоп, то есть явился демон. И всех чернокожих людей к ним относились очень негативно. Второй пример. Очень часто видно в житиях Дмитрия Ростовского, что отношение к брачным ложу, к брачным отношениям, к брачному супружству, очень такой негативный, как будто бы какая-то скверная и нечистота. Это, братья и сестры, опять-таки отпечаток католического влияния. Поэтому, что они так относятся негативно к супружескому ложу, к супружеской близости, у них и запрещено священникам жениться, вступать в брачный союз из-за такого негативного отношения к брачному ложу. Православие же, такого очень нет. Православие нормально и спокойно относятся к брачным отношениям. И даже говорится, что брак чести, ложа не скверна. И поэтому и священники, и даже епископам разрешаются иметь супругу. Но в католичестве это все было запрещено. Итак, я назвал только два момента. На самом-то деле, там было намного больше негативного католического влияния в этих житиях. Но свидетели и Макарий Московский, и Дмитрий Ростовский постарались как-то самое такое католическое явное поубирать, почистить. А кое-какие еще влияния и пооставались. Итак, братья и сестры, в чем я это все веду? К тому, что жития святого и реальная его жизнь – это очень большая разница. И сегодня, не помните трех свидетелей, Григория Богослова, Василия Великого и Анна Таустова, мы, если почитаем то, что написано о них в житиях святых Дмитрия Ростовского, и то, какие они были на самом-то деле, очень хорошо показана более-менее реальная картина книги митрополита Ирина Алфеева «Григорий Богослов». Там очень показано, как он был на самом-то деле, какие у него были и борения, и какие-то искушения, как он вставал и поднимался, и боролся со всем этим. Его духовный рост – более-менее реальная картина. И сравним это с житием, которое написано в книге Дмитрия Ростовского, мы видим очень большую разницу. Итак, братья и сестры, все святые они были людьми. И у них были и падения, и восстания, и духовный рост. Когда-то и духовные, может быть, какие-то было и нерадения. Все они в своей жизни проходили, и боролись, и падали, и вставали, и были ошибки. Безгрешен только один Господь Бог. И поэтому я и советую больше читать «Жития святых», которые к нам поближе. Или «Жития святых», которые были описаны, «Жития» реальными учениками. То есть, как можно ближе свидетелями этого «Жития». Например, «Житие Антония Великого» написал Афанасий Великий. «Житие Сергия Радонежского» было написано его учеником. И так дальше. То есть, те «Жития», которые были написаны современниками, реальными очевидцами тех и других событий. «Жития святых» были излюбленным чтением православных христиан на протяжении многих столетий. В некоторых случаях «Житие» написано человеком, знавшим святого при жизни. Как, например, «Житие» преподобного Сергия, написанное его учеником Епифанием Премудрым. Однако во многих случаях исторический облик святого остается как бы за кадром. «Житие» не претендует на стопроцентную историческую достоверность, подобно тому, как икона не претендует на портретное сходство. Означает ли это, что житиям нельзя верить? Вовсе нет. «Житие» рисует прежде всего духовный облик святого и обладает достоверностью совершенно иного уровня. Братья и сестры, если даже и нам где-то встречаются непонятности в житиях и лишь нам какие-то соблазны, будем помнить, что все мы люди, и все нас свойственно заблуждаться и ошибаться. И даже Григорий Низкий, величайший святой отец, святитель, также имел какие-то непонятности и заблуждения. И блаженный Августин имел ошибки. И все святые отцы в чем-то где-то ошибались. Единственный святой отец, о котором я знаю, что его учение безупречное и можно принимать каждое слово на истину, это Максим Исповедник. Вот его учение настолько чисто и идеально, что в его учении я не знаю никакой истинной ошибки. А во всех других творениях и учениях что-то где-то можно найти то, что не соответствует полной целостности учения православной церкви. Хотел бы обратить ваше внимание еще на творения Блаженного Августина. В его творениях есть две ереси, которые налогли в основу всех ересей Запада, как католицизма, так и протестантизма. Первая ересь это филиокве, в том, что дух святой исходит от отца. Мы это находим впервые у Блаженного Августина. Вторая ересь это предопределение, что человек уже как бы предопределен, у него судьба уже написана, либо он будет святым, либо он будет грешником. И если дух святой захочет благородить Божие, то она его поведет ко спасению. А если Бог не захочет, отвернется этого человека, то он упадет в грех и так дальше. Это творение Блаженного Августина о предопределении. Одни предопределены ко спасению, а другие предопределены к погибели. В православии такого учения нет. Итак, Великий Святой Отец Блаженный Августин одопустил такие две очень важные ошибки. И вопрос почему? Почему? И как мне кажется, это моя личная точка зрения, потому что Блаженный Августин в своей молодости имел блудные грехи. До того, как он стал еще крестился, как он стал епископом, у него были блудные грехи. А блудная страсть, блудный грех помрачает рассудок, помрачает разум. Те, которые имели блудные грехи, они могут уже так чисто и светло думать, и размышлять, и трезво иметь ту полноту благодати, которую имеет человек, который сохранил себя в девственности. Хотя поэтому и церковь и определяет, чтобы священники не имели блудных грехов. Нельзя рукополагать в священство того, который имел блудные грехи, прелюбодеяние или блуд. Все, он уже не допускается по канонам, он уже не может быть священником. Но Блаженного Августина, как мы знаем, рукоположили. Ну, как бы, эти блудные грехи были до крещения, до того, как он стал христианином. Противестрия поэтому и не разрешается по канонам, рукополагать только блудником, но и убийц, и так дальше. Даже если он имел эти грехи до крещения, все равно они помрачают разум. И человек, уже даже упокаявшийся, он не может уже иметь той чистоты и светлости в разуме, в Духе Святом, той благодати и полноты, чтобы быть великим богословом или иметь полноту чистоты учения Церкви. Еще скажу так, что нужно иметь всегда понятие и послушание большинству святым отца. Если какой-то святой отец в чем-то где-то и ошибался, то это не означает, что он не святой. Еще один момент интересный. Из этого можно сделать вывод, что если святые отцы ошибались, если кто-то из святых где-то ошибся, и это не помешало стать ему святому, то если какая-то там бабушка или там дедушка или даже священник где-то в чем-то сделал ошибку, сказал что-то не так, ошибся, заблудился, это не означает, что он уже все погиб и не спасется. Это очень интересный момент, что можно спастись, даже сделав ошибку какую-то и в учении Церкви. Святые отцы, как мы знаем, ошибались. Еще один пример приведу. Святитель Петр Могила. В его творениях, в его катехизисе, мы можем найти масса католического влияния. Даже такое учение о Богородице Деве, что она была зачата непорочным зачатием. О непорочном зачатием мы знаем, что только был Иисус Христос непорочным, то есть не имел первородного греха, а Дева Мария имела первородный грех и имела нужду в искупителе. По учению католической Церкви Дева Мария не имеет нужду в искупителе, потому что она родилась полностью без грешей, даже без первородного греха Адамова. Итак, братья и сестры, в творениях святых отцов некоторых, еще подчеркну, мы можем найти ошибки. Они ошибались, они падали, они вставали, они каялись, они возвращались, они меняли свою точку зрения. Они в молодости думали по одному, в старости думали по другому. Они проходили путь становления и борения. Это нормально, это свойственно человеку. И поэтому, братья и сестры, нужно всегда мыслить так и принимать то учение, которое одобрено и благоценно большинством святых отцов. Большинством, не одним, не двумя, а большинством. Как учили большинство святых отцов? Это и принимать. Итак, братья и сестры, будем трезво понимать и житие отличать от жизни, и стараться больше не читать жития современных святых отцов. И, конечно же, принимать то учение, которое одобрено большинством святых отцов. Братья и сестры, да поспособляет нас Господь Бог. Аминь. Братья и сестры, да поспособляет нас Господь Бог.